добрый день друзья сегодня мы попробуем подключить подключить ардуино и к приемник вместе с дистанционкой и будем управляться научимся как подключить и управляться артуиной вот сейчас этот видео посмотрите кусочек и так друзья подключил лет лампы к артуина мега подключен модуль и к приемника который сделал недавно видео было и этот программировал при помощи вот дистанционки его этот включаю выключаю ключи и ключи ключа и ключа и здесь регулирую другую лампу не видно да вот так примерно работает но это не окончательно схема это просто как его пульт включил сейчас это на компьютере покажу вот как надо пункт дистанционного управления включить ардуино а потом уже будем ну делать для освещения комнаты всякими эффектами программировал это уже другое видео будет сегодня я этот покажу как надо программировать ардуино чтобы работать с полтом дистанционный полтом на компьютер так сейчас это выключу продолжим сейчас на столе видите вот этот ардуино мега потом вот это пульт это и как приемник подулика приемника который прошли видео я сделал показал и этот восьмиканальный коммутатор мощный для лет ламп 8 штук лет ламп тут подключил вот автомобильный лет ламп и потом автомобильный такой обычный накалом который вот это и 2 по 10 ватт еще для освещения комнат вот такие по 12 вольт они все так и попробуем вот это программироваться ардуино и при помощи пульта то включать виклю выключить этой лампе научимся как подключить и к приеме карту и на и пульту пультом управляться так я еще хочу вам сказать кто будет вот эти вещи делать я сегодня попробовал вот на у но то же самое делать то есть но она работает но если чем режим включать вместе с и к вот это приемником почему-то не работает я не знаю это почему может там какие-то аппаратные ресурсы не хватает видимо вот когда и к приемник включаю одновременно ищем режим допустим лет ламп лампе уже не работает в чем режиме но на мега работает поэтому я решил на мега делать кто слушает вот знатоки в комментариях пишите почему не работает на у но я не знаю так вот это сейчас у нас на столе находится и попробуем вот программировать это надо вот почему вот пульт дистанционного управления но мы последнее время вот стали как бы освещение комнаты как бы делать на ардуино и сначала вот этот коммутатор взяли ну то это там еще делал как его ну регуляторы на этих на и rz ты можете полевой транзисторе взял что можно было регулировать там чем режим потом вот эти а потом этот модуль для ик приемника вот взял сейчас вот это научимся вот как управляться дистанционкой ардуино управлять сейчас я покажу это как делается я все на эфир прок тело я по-другому не могу не знаю не знаю как программируя только эфир прок и все что тело на эфир прок ну давайте начнем первоначально я хочу показать так вот это на мега вот взял на мега давайте вот посмотрите восемь штук выходов взял чтобы только не делать цифровые выходе восемь штук там подключено эти лампы вот восемь штук через коммутатор подключено цифровым выходах от с трех до по моему с трех да да с пин 3 до до 10 пина эти подключены еще перемены тут взял опять восемь штук эл-адин эл-два эл-три эл-восемь чтобы только не делать это давай теперь это начнем это вот это программа программировать ардуино чтобы можно было потом управлять для этого нам нет необходимо на пульте считаться данные как бы вот на какую кнопку нажимать и как узнать вот какая цифра выдает вот это нам надо первоначально делать вот посмотрите заходим сюда где инструменты есть запись кодов кнопок и капульта запись кодов кнопок и капульта нажимаем и открывается такое окно выбираем контроллер у меня ардуино мега выбрал готов так теперь выбираю пин которому он которому подключен этот модуль и к приеме к модуль я подключил ко второму пину вот выбрал второй пин сейчас это скетч на загрузить надо ардуино загружал скетч можно и видео чтобы там видно было загружаем комплята сначала компилируем потом загружаем загрузили скетч теперь нам надо дальше пройти нажимаем вот это уже четвертый шаг нажимаем на далее и у нас открывается монитор компорта у меня монитор компорта на пятом пятый компорт и подключаемся нажимаем сюда подключаемся теперь посмотреть что надо делать нам необходимо вот на кнопку пульта нажать вот кнопки нажать то есть здесь я сделаю вот этот которая кнопка выкл выкл вот это красную вот это будем считать потом 10 кнопка 10 кнопок давайте считать сейчас я нажимаю на красную кнопку видите появился на экране вот это производитель какой и код но несколько раз надо нажата иногда бывает что код ошибочный если то же самое вот три четыре раза нажатие то же самое здесь описание надо делать что такое это у нас выкл допустим так написали в кл добавить он добавился сюда так теперь на первую кнопку нажимаю я не буду там видео каждый раз. Сейчас первую кнопку нажму и сами увидите там, что появится. Вот нажал на первую кнопку, вот такой, несколько раз нажимаю, ничего не происходит, значит все нормально. Здесь напишу один, добавить, вот это тоже добавился. Теперь вторую кнопку нажимаю. Опять несколько раз, то же самое, вот это код второй кнопки, добавить. Третью кнопку. Все нормально. Это у нас третая кнопка, добавить. Четвертую кнопку добавляю. Так, четвертая кнопка. Четвертая, добавить. Пятую кнопку нажимаю. Это у нас пятая кнопка, добавить. Шестая кнопка. Это шестая кнопка. Добавить. Седьмая кнопка. Добавить. Восьмая кнопка. Восьмая кнопка. Восьмая кнопка. Добавили. и нулевая кнопка нулевая кнопка добавили вот эти кнопки добавили сейчас это надо сохранить потом это нам необходимо будет, чтобы сохранить, надо отключиться с компорта, отключаемся и сохраняем у нас открывается вот папка где вот этот вот где flprog программу я сохранил, вот пульт первоначально, когда новый проект делаем, надо вот это сохранить, я сохранил в этой папке вот это тоже здесь сохраняем здесь напишу код код вот здесь и сохранить сохранили так, все сохранили теперь пошли дальше отсюда берем ик приемник вот это верхний ир ресивер, который взяли два нажа два раза нажимаем сюда вот нам необходим вот только вот сброс выходов после окончания приема кода остальные нам не надо наверное вот эти не надо вот только здесь пускай галочка будет добавляем ик приемник у нас подключено к второму пину вот второй пин создать вот создали теперь надо то, что сохранили вот эти коды надо эти выбрать нажимаем вот это где сохранили отсюда на него и открываем эти все сюда пришли уже здесь какие нам необходимы вот эти надо галочки ставить ну давайте много наверное не надо давайте несколько штук вам ясен процесс какой так выкол сделаю потом первый второй третий четвертый ну пускайте и пятый пускай будет хватит нам выбрали вот эти уже здесь готово видите вот эти выходы уже здесь то есть если мы кнопку нажимаем допустим на пульте здесь на выходе единица появляется теперь вот эти вещи надо ну давайте какую-нибудь сейчас сделаем что-нибудь вот переменник давайте вот эти все давайте еще одну переменную сделаю так века напишу бульон готова давайте это перемене сейчас здесь соединим сюда лодзи 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 четыре четыре и пятый вот так сюда соединили теперь лампочки давайте вниз выходе которые так это первая лампа у нас вторая вторая третья четвертая четвертая пятая шестая седьмая восьмая так теперь эти переменники сюда наверно надо каждому свое так второй нет неправильно делаю давайте немножко по другому делаем или ладно пускай так будет нет неправильно 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 между ними надо что-то поставить чтобы включили удаляем это так давайте триггер поставим чтобы включить этот триггер поставим вот допустим на первую вот вот вторая это я а что-то не ту я взял так вот это поставили теперь 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 нет давайте по другому сделаем мне так не нравится а то он будет включаться давайте раз триггеры поставим чтобы можно было и все вместе включать выключать так допустим четыре штуки так 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 вот на сброс это сделаем чтобы можно было потом выключить триггера два два второму третий четвертый четвертый давайте это уберем пока вот это чтобы не мешало так теперь вот это загружаем ардуино так получается вот такой вещь я здесь rs триггер поставил если нажать на кнопку 1 триггер переключается в состоянии меняет лампочка загорается на века включаю выключается вот принцип такой давайте его загрузим так загрузили это все видео включаем сейчас посмотрим будет так работать не будет вот первая лампочка загорелась первую кнопку вторая загорелась вторую кнопку нажал третий загорелась и четвертый и четвертый автомобильная лампа не знаю видно так теперь общий вот это вытол который исключаю все вырубится все вырубились вот принцип такой вот как программировать а общий нажали выключается вот так включаем вот эти ну да вот это принцип выключается такой несложно все это все очень просто так вот это сегодня мы научились как и к приеме включаться и пультом управлять а следующее видео уже я хочу уже как бы полностью вот все это дело закончится как бы сделать из ардуино и как бы контроллер такой что можно было с освещением управлять в одной комнате то есть при помощи пульта можно будет там разные сценарии допустим включать выключать разные лампочки разные последовательные разные эффекты вот такую сделаю видео а после этого уже при помощи наверное android устройства то же самое и с кнопками надо окончательно надо будет сделать так чтобы можно было и кнопки на стене чтобы были и android устройством и при помощи вот это пульта вот окончательный наверное так будет я так думаю попробую вот так сделать ну а сегодняшний как бы этот я показал вот как можно подключить и к приеме к ардуино ардуино чтобы в дальнейшем могли уже как бы более сложные вещи делать управлять ардуино и вот так наверно вот так и еще прошу кто не подписался канал на мой канал youtube и прошу подписаться и можно и контакты вот здесь нажимайте и контакт контакты тоже в группа группа в контактах тоже вот это здесь правда мало людей еще 150 человек ну потихонечку прибавляется вроде все спасибо за внимание до свидания